Как Вы относитесь к Сталину, к Иосифу Виссарионовичу? Как можно к нему относиться? К исторической личности? Очень большая личность, крупная, знаковая во многом. Судя по тем преобразованиям, которые он сделал, что он поменял, то это очень большая личность в истории. Оставит огромный след после себя, наподобие как Пётр Первый. Но оценки можно разные давать. История не знает о слагательном наклонении, может быть, к сожалению, может быть, к счастью. И нам нельзя сказать, что бы было бы, если бы не было бы Сталина. Мы не можем этого сказать и как-то прогнозировать. Потому что, вроде бы, Россия и до революции развивалась как индустриальная страна. Она уже давно выходила из этого состояния аграрности. Хотя 80% населения – это было сельское население. Но, тем не менее, со времен отмены крепостного права в 1861 году у нас стали бурно развиваться промышленность, города стали развиваться. А Сталин заново закрепостил крестьян. Заново закрепостил. Было опять крепостное право возвращения. Хорошо ли это, или плохо, с точки зрения истории XX века, когда все развиваются в сторону демократии, а у нас, наоборот, за скорость крепостного права стали развиваться. Это поворот назад был, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, такими невероятными усилиями, многой кровью, все-таки, вывели страну в лидеры. Правда, это, может быть, сколько-то, конечно, заслуга Сталина, безусловно. Но сколько-то это просто и народ, просто народ такой был. Если в случае сейчас Сталин, у нас сейчас, с таким народом уже, как сейчас, и в случае с те же катастрофой, те же катаклизмы, которые тогда, Великоотечественные, то уже не было бы такой победы, я считаю так. То есть здесь заслуга не столько Сталина, сколько народа. Что еще можно на эту тему сказать про Иосифа Виссарионовича? Я знаю, есть такие горячие головы, которые хотят чуть ли не канонизировать Сталина, прославить увлеки святых, я не знаю. Но это вообще совершенно дикая, конечно, вещь. Я противник этого всего. Тема обсуждения, по-моему, не должна подвергаться. И Редактор субтитров А.Семкин